Дорогие друзья, всем привет! Сегодня решила сварить суп-пюре из фасоли, из белой фасоли, причем она очень хорошо разваривается, но решила полчасика все равно в воде ее подержать. И делаю вот картофельное пюре. Ванюш, скажи всем привет! Всем привет, друзья! Чего это у тебя такой, дорогой? Спиндер. У тебя спиндер, ты его сломал? Да. Зачем? Он в палке. В палке он у тебя? Да. Ясненько. Ну вот в этот суп думаю положить картошку, лук-моркошку, причем лук-моркошку буду делать уже обжарку. Обжарку, чтобы он был повкуснее. А потом блендером его весь в пюре разотру. У нас случилась такая небольшая беда у мужа, у него зуб разболелся очень сильно. Он даже до воспаления делать дошло и жевать не может, поэтому все ему перекручиваю. Сегодня заказали еще деревенский творог со сметаной, тоже ему прям вот много молока, сахарку, сливочек, все это тоже растираю, и получается вкусно. Он может хоть что-то поесть у меня. Так что вот такие у нас дела. Мои перчики, вот так вот они неплохо у меня растут, правда тянутся к свету, но ничего, тоже надо будет на днях прям землицей им подсыпать. Чудесная помидорочка моя тоже вот прям поднялась. Красота. Вот еще мои томатики. Вот, целозия пампас пошла, тоже вот поднялась я. Ничего, вот один тут что-то мне завял. Кустик, не знаю. Это вот у нас корень, корневой сельдерей растет. Спасибо. Маше. Сашина тетя. Вот она поделилась с нами. У нее хорошо, дружно взошли, и вот теперь у нас будет. Вот еще у меня томатики растут. Целозия моя тоже. Вот, прям пошла-пошла. Так, это вот микроцелозия, который пока сидит, не вижу результатов. Посмотрим завтра. Но тут капустка моя тоже пока вроде ничего. Как лучок-то у меня подрос. Какая прелесть. Срезать уже и есть. Чудо просто. Пюре готово. Молоко, сливочное масло, одно сырое яичко. Все взбило. Красота. Просто прелесть. А мы пока пойдем прогуляемся. Подышим свежим воздухом. Вот курешки у них открыто, воздух им идет. Кукарекают. Скоро Пасха, несите нам яиц. Кукарекают. Да, правильно. Вот так. Какой ты красивый, Петя. Он какой гребень. Шикарный. Да. Красавец. Вот они все, курешки. Давайте нам яичек побольше. Чернушка. А, Чернушка. Ах ты какая красавица стала. Да. Вот она ходит. Чернушка. Вот такие наши курешки. Да. И вот товарищи подрастают тоже. Сейчас они попривыкнут. И их тоже ко всем будет вместе бегать. Да ладно. Вы прям испугались. Чего? 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 Вот они подрастающие поколения. Курешек. И тоже черненькая есть. Прелесть какая. Подглядим. Сидит курица. Пугать не надо. Еще одна сидит. Вот они подрастающие поколения. Пучкенята. Цыпляточки. Вот они бегают, бегают, резвятся. Играют. Чувствуют весну. Чувствуют весну. Простите, пожалуйста. Не мешайте. Сошлон наводит. Сейчас я уйду. На этой вот перепелочки сидят. Вот они. Красоту. Вот они, как все. Вот они такие. Все шумные, веселые. Вот так. Бегают, бегают, бегают. Вот он наш главный копатель. Вань, ты зачем в бабушку-то снег кидаешь, сынок? Я просто так делаю Зачем ты просто так делаешь? Я топлю Ну-ка, повернись, повернись Посмотри на камеру, скажи всем привет Всем привет Скажи всем привет, дорогие друзья Всем привет, дорогие друзья С вами кто? Ваня Да, с вами Ваня Ваня вышел погулять Вот он, друженик Все Пока копайте, а я пойду на речку Схожу, посмотрю, как там речка у нас В принципе, она еще не должна Из берегов выходить, еще рано Активное таяние Пока еще не началось, но все равно Надо сходить посмотреть Вот она дорога Сейчас вот на мостик поднимусь И посмотрю, как там наша речка Был один год Когда вот и я увидела Какое здесь половодье было Было, конечно, страшно Вот мы на этот мост вставали А вокруг вода Кругом вода, вода, вода Страшно Вот сколько снега Да полно прям еще И в лесу сколько снега Так что Нагнетать не хочется, конечно Но страшновато Сегодня с Сашей хотим Картошку всю поднять Потому что Может утонуть она у нас Да нет, речка спокойная пока еще Ничего Пока нет Никакую половодь Еще ни граммулечки не разлилась Как текла, так течет Но на речке поселились бобры И они делают запруды Раньше такого не было И раньше вот в этом месте Речка вообще очень глубокая была А сейчас тут по щиколотку А дети тут вот Лет 30 назад купались И здесь им прям глубоко было очень И рыбки плавали Сейчас такого нет Вот моя деревня Вот мой дом родной Красота Ой, какое же счастье Что мы переехали жить в деревню Мы уже получается лет 20 Живем в деревне Хоть оба в городе родились Но мы не знаем Как счастливы Что мы в деревне живем Идем, сходим в гости К дедушке Миши Вот Идут мои Идут С лопаткой Сейчас чистить будут И дедушка Миша Кормушки всегда развешивает Для птичек Каждый день ходит Корм подсыпает Птички здесь все время Да, еще, конечно, холодно Еще холодно Прям По-зимнему Хоть весна чувствуется И солнце яркое Но от снега холод С дядей Мишей Поздоровается С дядей Мишей Но он не гуляет Вот если он выйдет То мы с ним поздороваемся Конечно Бабуля поздоровается Бабуля поздоровается, конечно Она сама Да Баба Валя если выйдет То поздоровается с нами Сейчас пока мы на улице Я могу поотвечать На некоторые вопросы Наших подписчиков Вот Да Привет Конечно Привет Собачка Собачка Лает Услышала, что мы ходим тут Сторонние Ходят всякие тут Лает Тут вот Одна женщина написала Что Типа Слишком много Мы покупаем Всего Вот я Что я хочу на это сказать Ну, во-первых По доходам и расходам Во-вторых Семья-то большая Одни мужики Вот Всех надо кормить Поить Обувать И одевать Поэтому Будем покупать Столько Сколько нам надо Сколько нам требуется Сейчас еще Вспомню Тоже еще один Какой-то комментарий Был такой А, почему Ребенок Одеваем Тепло Дома Ребенок Одет Всегда Очень Тепло Ой Ну, вот Что сказать Он Маленький И худенький Жир Мал Который Его Согревает И он Холодный Все время Вот его Дотрончится До него Он весь Ледяной Ну, неужели Я буду Одевать Его Легко Когда он Весь холодный Конечно Я буду Его Одевать Тепло И он Непотный Вот мы Его Одеваем Тепло У него Ручки Теплые Ножки Теплые Носик Тепленький Значит Хорошо Птицы Поют Я надеюсь Будет слышно Как они Поют Мам Мам Что ты в сал Идем гулять По проспекту Пошли гулять По проспекту Ну, идем Наши подписчики Спрашивают Почему мы Не покупаем Деревенский Творог Сметану И молоко Покупаем Вот За все За это Мы отдали 525 рублей Здесь литр Сметаны Килограмм Творога И полтора Литра молока Все Теперь берем Только Исключительно Все Деревенское Очень вкусно Мы уже Второй раз Берем Творог Делали Вообще Сказка Просто Какая Вкуснятина Для Саши Буду Разделывать Творог Ну Делаю Так На глаз Все ингредиенты Он любит Чтобы было Очень сладко Поэтому Вот взяла Тут творог Творог Шикарный Свежайший Вообще Мягкий Нежный Супер Просто Ну Ложи Три Четыре Столовых Сахара Сейчас Все Толкушкой Разотру Добавлю Туда Сметаны И молока Чтобы Было Так Вот Ну Не густо Чтобы Было Жидковато Причину Объясняла Уже Почему Так Для него Делаю Будет Вкусно 5 минут И все Получилась Вот такая Творожная Шикарнейшая Масса Очень вкусно Маслянистая Просто чудо Вань Будешь? Творожок Это огуша Будешь? Вот Сколько Вот я пробовала Ему подменить Огушу На домашний Творог Ни разу Не получилось Это сделать Хотя уже добилась Практически Той же консистенции Вкус Не отличишь Не ест И все Вот Такая прелесть Получилась Фасоль Моя готова Теперь я делаю Зажарку Здесь у меня Лук И болгарский клей Картошку Я тоже уже Начистила Сейчас Я буду нарезать И отправлять К фасоли К фасоли Где-то 100 миллилитров Сливок И зелень Сейчас это все Немножечко еще Покипит Потомится И буду пробивать Все это дело Блендером Запах стоит Обалденный Ну вот и все Пришло время Суп Взбить блендером Все Суп Готовь Вот такая Душистая Получилась Душистая Душистая Просто прелесть И вкуснятина Приятного аппетита Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому